слава иисусу христу слава навеки богу святому и ни в ком другом нет спасения ибо нет другого имени под небом данного нам людям которым отбежал его нам спастись братья и сестры всех вас приветствую и благоставляю именем господним именем иисуса христа сегодня трансляция на канале моем youtube и чаще всего трансляции я делаю здесь как раз на ю тубе иногда на facebook тоже практикуя вот на основной моей странице тоже успешно слава богу получается уже делать трансляции но большей частью здесь на ю тубе вот и всех приветствую благоставляю именем господним эта неделя в православной традиции называется о страшном суде вот имеется имеется ввиду господний суд вот божий суд и в народе это неделя называется масляной или масленица сырная неделя и в общем-то она такая торжественная праздничная и почему мы радуемся ликуем вспоминая размышляя о божьем суде потому что верующий во христа не судится но перешел от смерти в жизнь потому как действительно они верующие уже осужден потому что не уверовал во имя народного сына божьего суд в том состоит что свет пришел этот мир сам господь иисус христос и благодарим бога всемогущего и радуемся на этой неделе мы божьему суду потому как действительно для нас для верующих для возрожденных верующих для детей божьих сыновей дочерей его творца царя царей господа господствующих это великое благо и милость господня потому как на суд мы приходим не как подсудимые верующие а как дети божьи как свидетели господа бога всемогущего вот и на этой неделе у нас еще праздник значит среди не господне вот и я как раз уже завтра вечером как раз начинается праздник среди не завтра вечером и я значит проповедую на все но что и получается так вот да если по праздник как раз говорить в городе львове сейчас я в киеве в нашей киевской архипископии вот во львове завтра вечером буду проповедовать поэтому кто во львове так сейчас я найду адрес если кто из вас во львове то приходите завтра сейчас я скажу во сколько и 1700 вот так вот значит церква воскресенье воскресенье насчет адрес пекарска 59 это храм христа спасителя завтра вечером 1800 в 6 часов также вот в это же самое время начнется служение да и пастором старшим этой церкви является боечка василь михайлович я в эту церковь уже бывал уже неоднократно бывал проповедовал там и вот у них по средам проходит служение учения здесь написано вот разбор слова божьего вот так и я буду проповедовать как раз вот получается вот на этом собрании вот возможно еще и у них пятницу еще молотова на богослужение тоже в это же самое время молитвенное богослужение 1800 тоже хочу посетить даст бог очень хороший церковь и я с большим удовольствием бывают там в этом собрании верующих возрожденных по-настоящему не понарошку по правдушному возрожденных людей слава богу вот и напоминаю улица пекарска 59 город львов церковь церковь воскресенье церковь воскресенье церковь христиан веры евангельская написано вот и их завтра всех жду вас на служение на собрании нашим там в этой церкви воскресенье 1800 в это же самое время вот еще скажу вы наберите в интернете обязательно адрес их вот и слава богу и там у них есть трансляции я думаю что и завтра у них будет трансляция у них насколько я помню регулярные трансляции всех этих благослужений собраний вот поэтому можете быть там так вот это в эту в эту среду завтра вечером вот и я буду проповедовать как раз и темы и мои проповеди будет как раз средине господне поэтому сегодня сейчас в этой трансляции я не буду много говорить о средине оставлено завтра значит и если трансляции не будет или же кто не может быть во львове завтра вечером то тогда уже в записи вы посмотрите эту проповедь а вот о средине господнем но если вкратце конечно так вот упреждая скажу что значит средине господне это как раз в праздник с одной стороны он не господний праздник то есть не бог дал этот праздник нам а мы сами постановили как церковь этот праздник праздновать но этот праздник он собой вспоминает события евангельское которое действительно имело место быть не мифической какой-то не рассказы о святых там насчетом или о ком-то еще там значит об ангелах нет а действительно это из жизни земной нашего спасителя иисуса христа господа нашего слава ему и вот когда он родился то насчет его по закону обрезали а затем когда прошло время значит очищение по закону божьему до закону иудейскому то насчет принесли принесли родители младенца иешуа младенца иисуса к храму что принести за него жертву положены по закону за первенца вот и их была принесена самая минимальная жертва значит птенцы голубиные она голубята будем договорить да вот и было сказано пророчество вспоминается как раз на средине праведный симеон который духом святым значит пророчествовал в этот день это удивительное служение удивительное вот слово было провозглашено тогда вот которая в общем-то исполнилось и исполняется по сей час по сей день вот так вот их там была женщина одна вдова по имени анна которая также была пророчицей вот и она пророчествовала значит всем чающим утешение в израиле слава богу вот это событие вспоминается как раз вот в эти дни среди не господнего завтра вечером напоминаю служение для тех и подключился служение в городе львове будет я буду проповедовать во львове насчет в церкви воскресенье пекарская 59 вот всех ожидаю в это же самое время 18 00 вот и кто во львове или собирается быть завтра во львове так и их потом получается воскресенье следующий получается нас наступно да вот какой это будет нас число 18 до да уже получается 18 число воскресенье проповедую на богослужение тоже во львове богослужение церкви агапа в 1100 за адресу место львив в улице стрийска стрийска 202 до улица стрийска 202 во львове в 1100 и телефон контактный 068 705 54 70 новоны в интернете есть церква агапа называется агапа насчет их пастор андрей мегетишин и и бывал я там тоже неоднократно уже в этой церкви в эти дни буду молиться за львов его и со львова вас благословляет также вот так что я там где будет получаться буду делать тоже трансляции раз бог с епископом кифы с другими братьями сёстрами слава богу слава иисусу христу на виде слава богу святому с места орех села орехово запорожская область выбрана с слава богу слава богу привет всем святым в орехово запорожской области до приглашать еще даст бог послужу может даже этим летом запорожье почему бы и нет запорожской области слава богу вот и значит друзья дорогие друзья братья и сестры значит вот собственно это подключи это этот прямой эфир это включение я хотел посвятить не просто праздником орда вкратце о праздниках сказать вообще праздниках но главной идеей как раз я обозначил это даже вот в рекламе но как вот он в анонсе в социальных сетях завтра так называемый день святого валентина и многих вопросы возникают на счетом мне даже пришли поздравления уже некоторых братьев сестер как бы ну знаете ли как реагировать но говорю спасибо за поздравление конечно но меня этот праздник так он не касается конечно но как бы люди я так понимаю вот как бы поздравляют с тем что как бы для них может быть там ценно важно я понимаю что праздник влюбленных для некоторых может даже и христиан это как бы уже как бы традиция определенная потому что я насколько знаю даже здесь в киеве многие церкви проводят какие-то мероприятия к одну ко дню влюбленных какие-то встречи какие-то там не знает конференции может даже давно счета но собрание кита специальные вот вспоминают она праздник накануне вот в церквях насколько я узнаю в разных церквях протестантских и евангельских вот в дело в том что насчет само это празднование само это празднование оно конечно ничего общего не имеет насчетом с христианством если братьев ангельское библейское христианство я глубоко убежден как православный христианин как священнослужитель православный как архиепископ как реформатор глубоко убежден что нам христианам действительно нужно быть библейскими мыслящими евангельские верующими людьми знаете как вот я общался как-то у паночка миха степановича там в офисе но давно уже было правда даже не помню в каком году общение было достаточно такое обо всем так мы общались я сказал а миха степанович показал наши газеты дал ему нашей церкви до издавали мы в киеве как раз газеты тогда вот и он полистал конечно был очень сильно удивлен ну миха степанович паночка знаете да все больше или меньше но его многие верующие знают украинские верующие точно его все знают вот это один из самых уважаемых священнослужителей здесь в украине значит председатель союза писяльников значит я был у него там на святошине там в офисе общались мы и знаете его поразило что удивило его конечно очень сильно он значит прочел там заголовок живая церковь все там на счетом наши газеты какие издавали тогда мы вот в шапке там под названием написано было газета православных христиан веры евангельской да именно так написано газета православных христиан веры евангельской вот и михаил степанович там перечитывал то и потом будет сказал мне примерно так что я вот всякое видел я давно уже служитель христианский но вот такого еще не бачев ночью такого я еще не слышал и не видел такого да я ему сказал бы михаил степанович то ли еще будет говорю то ли еще будет на самом деле вот а почему я ему тоже объяснил позицию свою как реформатора я сказал что знаете говорю вот вот как писятники мы как православные там кто-то как католики кто-то как хризматы кто-то как баптисты адвентисты еще как-то но слава богу мир вам за львова а роман приветствую роман завтра жду вечером в церкви воскресенье на служение на счет 18 00 напоминаю что кто со львова завтра вечером в это же самое время будет богослужение на котором я буду проповедовать в городе львове на счет на пекарской 59 церковь воскресенье пастор баячка василь михалыч вот значит и так вот и тема будет среди не так вот и возвращаясь к вышесказанному я объяснил что михаил степанович говорю вот действительно мое понимание что вот мы как представители разных там конфессий деноминаций понятно разных организаций структур христианских но всем нам нужно быть действительно библейски мыслящими евангельски верующими людьми да слава богу да чеками на вас роман марки слава богу да так что завтра споем господу во львове мистов его город льва вот для меня это город особенный город льва из колена иуды иисуса христа город иисуса христа наверное в этом городе как нигде в украине да может даже и по всему миру даже славится имя иисуса христа это удивительнейший город вообще мечта моя мечта тоже и я когда впервые приехал в украину то первый город в украине это было в 97 году я приехал первый раз в украину и я приехал как раз в город львов вот и две недели там гостил у тогда помощника кардинала любомира гузера потом он стал уже кардиналом церкви католической с кардиналом и уже он покойный уже царство небесное человеку божьему этому его две недели тогда я с ним общался гостил у него и конечно для меня те две недели стали целые семинарии дополнительные знаете ли я окунулся в такой задели колладезь премудрости и откровения божьего слова я был очень удивлен конечно вот и вдохновлен любомиром гузером слава богу вот и я влюбился честно говоря с первого взгляда я вообще художник по своей специальности до церковной и как художник я очень влюбчивый человек такой знаете ли и во львов я влюбился с первого взгляда вообще это любовь она не проходит нет я влюбился этот город знаете ли люди за место здрасте приветствовались друг с другом такими словами говорили слава иисусу христу отвечали на вики слава богу святому я думал и со мной здороваются также говорят слава иисусу христу я думаю что да вообще я на небесах или я еще на земле ущипните меня мне это снится или это наяву вообще вот я не знал вообще раньше о культуре такой старой украинской культуре я насчет христианской я ну честно говоря даже не интересовался этим раньше вопросами не знал об этом и для меня это было кстати ли терра инкогнито земля неизвестная но я был очень восхищен вот этим думаю надо же как говорят да чтоб я так жил знаете ли чтоб так по утрам за место здрасте люди говорили слава иисусу христу я просыпался две недели просто наслаждался с утра я слышал вот как просыпался на улице везде не матюки не что-то еще а вот это слава иисусу христу и запах кофе везде кава 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 я значит и для меня это вот для художника вот это импрессию было вот это впечатление конечно незабываемое вот я полюбил очень львов и для меня киев и львов два города которые моим сердце очень сильно моей молитвенной жизни часто поэтому с большим удовольствием я проповедую и в киеве и во львове ну и конечно же по всей украине слава богу вот дамы и господа братья и сестры и читаю апостол павел я читал сегодня утром на включение таком как бы не плановом включение читал из послания коринфянам 1 послание коринфянам апостола павла 10 главы значит здесь он пишет в конце 20 стиха написано у него 10 20 до в конце 20 стиха написано я не хочу он пишет коринфянам да чтобы вы были в общении с бесами и в 21 стихе написано не можете пить чашу господню и чашу бесовскую не можете быть участниками в трапезе господней в трапезе бесовской вот знаете действительно павел как апостол как отец он признавался коринфянам в своей любви и что он как отец был в муках в родах этих родовых муках знаете ли рожали через благовествование души людские это почетная такая знаете ли миссия апостольство такое павлова слава богу в этом христово апостольство выражено ярко очень вот и апостол павел был конечно же озадачен многими вопросами такими и вот он был озабочен тем чтобы предупредить коринфян чтобы они не были в общении с бесами а что были в общении с божьим духом ведь благодать господа нашего иисуса христа и любовь бога отца и общение святого духа пусть она всегда пребывает со всеми нами и прибудет со всеми нами и есть со всеми нами вот зачем нам общаться с бесами у нас есть общение с духом святым знаете друзья я скажу что как как реформатор как обновление все вот в эти дни отмечаю 30-летие своего служения как православный церковный священнослужитель 30 лет назад восемьдесят седьмой восемьдесят восьмой годы как раз вот на рубеже я начинал свое служение вот и в начале восемьдесят восьмого года началось мое полное служение уже господу как вот говорят в некоторых конфессиях полновременно или полный полный там на зарплату служение уже то есть не просто насчет там раз в неделю или два раза в неделю или три как до того я помогал священникам в храмах но уже каждый день был в храме на служении и помогал читал пел на клирусе чтецом и подиаконом вот для меня это было началом моего чтеца и подиаконство началом моего церковно-священнослужения вот и в девяносто первом году я сам уже стал священником и но восемьдесят восьмом начинался вот мой путь церковный такой тогда художник я был заканчивал орловское училище художественное и кстати если кто-то из тех кто подключился или кто потом будет смотреть это в записи если иметь возможность такую благословить как-то посодействовать там значит краски холсты и кисти значит и тюники мольберта что что угодно все что связано с живописью то свяжитесь со мной обязательно потому как есть очень такой я верю от бога план интересный значит давно уже молюсь об этом но последние вот эти месяцы наиболее вот как бы думаю об этом именно мастерской художественной христианской и вот здесь есть хорошее такое сообщество содружества христиан художников в киеве вот он это союз уже он все украинский насколько я знаю и даже наверное уже будет скоро международным мир потому что с разных стран есть верующие художники творческие люди которые хотят принять участие в подобном таком объединении пленеры проводились в прошлом году но я к сожалению не смог попасть на пленэр прошлом году по разным причинам в этом году надеюсь получится у меня быть на пленэре так что вот так вот свяжитесь со мной обязательно напишите мне вот если иметь возможность как-то посодействовать вот так вот и по поводу насчет темы вот этого как раз я обозначил сейчас посмотрю сейчас я как реформатор как обновление я тему часто поднимаю даже кстати я проводил семинар уже неоднократные семинары которые называю я свобода от религиозного культизма наверное многие из вас уже слышали об этом или слышали сами семинаром может быть уже вот и я как бывший зависимый оккультно зависимый человек я конечно насчет об этом часто говорю вот и насчет сама вот этот сама трансляция день святого лентина назвал я потому что насчет это довольно очень такой выпиющие насчет иллюстрация вот такого знать или бесовского празднества к сожалению чего греха таить именно эти дни как раз еще с глубокой древности они были известны как вот эти как их называют и даже ну пожалуйста можно в интернете все это прочесть луперкалии да называется и не выговоришь то просто так вот до конца пятого столетия подобные бесчинства не значит имели место пока вот написано здесь кто там папа геласий 1 вот так с ним связывают как бы запрет на подобное насчет празднества на языческие значит описание их очень такие пошлые ужасные лучше даже как бы и знаете ли не упоминать обо всем об этом скажу лишь одно что насчет я понял из прочитанного материала что дело было очень пошлым насчет языческим празднеством значит и связано было с развратом значит с бесчинствами вот люди совершенно оголялись нагишом бегали на чьи там хлистали мужчины вот эти вот хлистали женщин этими значит каким-то бичами знаете ли значит из зарезанных этих животных вот женщина как бы с удовольствием поставляли себя на чьи такой садомазохизм какой-то насчет но это религиозно все было потому что удар этих бичей как бы они вроде как исцеляли эти женщины то есть творилось не помечо конечно в древнем мире насчет и но подобные вот эти ужасные празднества они орги продолжались аж вообще ужасно представить себе до конца пятого столетия то есть уже это уже получается если первых триста лет лада это еще как бы понимаете ли языческий рим как бы это простительно старому риму но уже христианский рим вот это вот непонятно конечно вот если потому что в начале четвертого столетия да значит в триста тринадцатом году уже началась уже новая эпоха в истории христианство значит первых триста лет были гонения чаще всего на церковь божью а здесь уже получается 200 лет почти без малого 200 лет уже христианского рима христианизированного рима значит там и уже и вселенские соборы проходили на счетом на счетом и много чего происходило значит в истории христианства а вот подобные бесчинства они вот продолжались но как бы тот папа римский елась его значит принял меры вот насчет их значит вот как считается в православной энциклопедии написано интересно православной энциклопедии значит отмечается что более вероятным представляется то что празднование этого дня заменила то есть вот дня святого валентина так называемого заменила собой луперкали вот эти самые бесчинства древний римский праздник женского плодородия приходившийся на середину февраля вот как бы вот в той энциклопедии православной изданы еще ну при алексии втором и так понял вот это все было отмечено вот и есть конечно разные мнения по поводу там празднования нужно не нужно сегодня конечно значит говорят про валентина священника валентина вот опять-таки разные версии что же что же это было за валентин о нем ничего не известно вообще вот толком кроме кого того как был такой мученик значит усеченный ну казненный значит мечом значит в древнем риме вот значит а по одной версии он влюбленных сочетал насчет насчет мужчин и женщин якобы запрещали в римских легионах подобное как бы женить бы там значит и ну странно очень история очень странная а таких запретах не слышно было насчет во первых вторых даже если были запреты то насчет римское войско не настолько было на теле ну ладно ариа римской железной дисциплине здесь кого лучше умолчать даже но насчет а по другой версии уже тоже об этом в интернете читал насчет думаю многие из вас тоже увидели уже подобные вообще кошмарные такие вот эти вот ссылочки какие-то на цитаты что мнение что шла речь не только о мужчинах женщинах а мужчин их и мужчинах вот значит и значит гомосексуалисты там и прочее мужеложниках вот конечно тогда вообще вот такая история страшно этого свято этого как бы дня святого валентина вот но дело в том что в 1969 году уже в наше время я как раз родился в 69 году кстати да значит и вот как раз в этом году как раз в 1969 комиссия научная там и религиозная комиссия заседала ватикане и они начнут приняли решение там значит об отмене это празднество вообще как такового то есть а почему потому что все просто-напросто с потолка списано из пальцев высосано что касательно культа самого самого святого как бы святого значит валентина священника этого вот все эти легенды были признаны именно действительно легендами но в католической церкви слава богу вот в этом отношении конечно но более такая здравая позиция в этом в этом отношении что многих святых там было объявлено в 60-е годы такая волна началась и в 70-е было тоже деканонизация там ноги святых там значит было объявлено что многие праздники на самом деле они не имеют вообще основания кстати высказывались мысли что там даже культ святого николая знаменитый николай угодника да тоже это довольно такой мифический образ такой из из русских насчет академиков сергей сергеевич аверинцев об этом как раз говорю вот в своих выступлениях что это образ собирательный именно образ николая угодника вот сам распространенная ну да среди флорентийских менестрелей романтический образ святого валентина ну да опять таки знаете все создается вот вся и вся мифы создаются обычно будем договорить либо религиозниками либо политиками либо вот поэтому поэтессами и чаще всего просто словоблудами знаете ли я помню вот несколько лет назад проповедовал на кавказе я часто бываю на кавказе и здесь я был на северном кавказе проповедовал дагестан значит карачаево черкесии значит там вот в этом регионе вот и мы заезжали на одну базу мчс насчет там ночевали в горах высоко в горах и там довольно большая база через там и вертолетная площадка своей на что мы как бы там и много всего целое хозяйство огромное и было начальство там насчет их не там офицеры были мчс и один полковник там тамошний мчсовский он по-моему даже начальник у них какой-то был значит он значит рассказал такую историю он сам но такой охочий был до разговоров знаете ли и много интересного рассказал о местном крае он не только офицер мчс но и как бы любитель гор на самом деле любители любитель путешествий по горам насчетом и много что рассказывал интересного что для многие вещи легенды там многие горные эти горские я впервые слышал вообще потом мы поездили по отдаленным монастырям таким заброшенным уже которых которые забросили еще в 10 11 12 веках и с тех пор они так вот и стоят как бы и вот мы там бывали тоже очень интересно значит там получилась такая как ну как экскурсии не экскурсии но поездка такая получилась и вот мы ночевали поздно вечером уже лицу камина вот значит полковник рассказывал нам этот насчет а много историй интересных таких вот и одна из историй вас вот приезжал будет какая-то там большая делегация вот там были члены некоторые правительственные отцы как бы государства он и счет и и один там был товарищ такой вот мы не знали кто он какой-то научный сотрудник наверное ходил все время с блокнотиком все записывал на счетом значит и все рассказы собирал тосты знаете легенды вот насчет и и они заезжали на какой-то там перевал небольшой там как водопад и этот полковник ну он грешен батюшка вот вот так и так вот люблю пару языком значит лишнее будет сболтнуть особенно когда вижу что люди как бы хотят этого слышать и он давай им там понаплел знаете ли а а ему дали наказ такой сверху что вот эту делегацию нужно веселить показывать всем всем как бы на счетом и чтобы они вот были но довольны он давай им все рассказывать и вот он там понаплел что мол какой-то там джигит какой-то там герой там эпосов там на счет он здесь на этом месте он там отдыхал на счетом на счетом и у этого водопоя у этого перевала у этого насчет водопада значит там я не помню все истории но примерно так вот хотя вот тем более это было после там очередной бутылки коньяка говорит насчет уже язык уже развязался вот и болтал что не надо не надо и вот ну ладно делегация того и улетела обратно в москву прошло время там год-два там сокрем прошло выходит книга какая-то по посвященный как раз вот северному кавказу и там он вдруг находят многие свои то что он наболтал вообще из пальца высосал с потолка взял информацию просто как лишь бы поболтать на пьяную голову знаете ли вот с этими товарищами из москвы вот значит и вот эти рассказы оказывается попали туда оказывается оказывается тот человек что ходил с блокнотиком такой незрачный товарищ оказывается он был значит там в тех сферах очень большой шишкой вот значит их знать или богатым человеком очень большой шишкой его насчет и их издали издали эту книгу ладно это одна полбеды вся беда началась потом когда насчет прилетел еще на делегация и прибыла на то место как раз где водопад на счет где-то перевал там мемориальную табличку поместили там на счетом народ собрали на счетом насчет ленточку резали там что-то сделали там еще там вообще началось такое вот а теперь мне вас даже стыдно сказать что все это просто от балды наговорил вообще вот но родилась такая легенда знаете ли вот вот к сожалению вот я послушал того полковника и с мчс и знаете ли я понял вот как рождаются большинство легенд и в монастырях вот так же рождались подобные же легенды и таким образом ладно еще от балды когда просто рождались легенды предания жития святых там и прочее прочее там чудеса там и прочее и поручи глупости вот а еще ведь и от всякого рода оккультизма а всякого рода бесовщины еще вот вот это уже беда уже полная беда вот такие яркие примеры допустим есть в житиях святых когда там находили там трупы или фрагменты тела какого-то умершего какого-то там монаха не монаха но вроде как подвижника с крестами насчет значит и вот и там молились и кому-то из монахов и старцев приходят этот умерший как бы насчет его дух как бы и рассказывает что так и так я такой для такой это жил в такое-то время в такое-то эпоху вот значит это мои фрагменты моего тела на счетом на счетом и я такие подвиги совершал и потом со слов вот этого спереди это через этот спиритические сеансы или получается ощущение от общения общения с мертвыми вот через или через это сновидение на счет с умершим вот рождались целое житие святых рассказы о святых рождались вот так вот и у нас в православии между в целом вот это все пока еще как темный лес совершенно то есть знаете не почта и край работы потому что никто этим не занимается пересмотром житий святых ревизии вот покаянием а покаяние вообще значит не заикаются нынешний патриарх кстати кирилл гундяев он когда был еще архиепископом и потом митрополитом смоленским и калининградским председателем отдела внешних церковных сношений русской православной церкви я тогда был священником русской православной церкви московского патриархата в то время я до девяносто шестого года служил в рпцмп значит в традиционном православии не в реформаторском не обновленческом а самым таком традиционалистку вот их тогда вот нынешний патриарх кстати высказывал тогда архиепископ и митрополит потом будучи высказывал очень интересные мысли кстати я не знаю помнит ли он сам то о чем он говорил тогда я думаю все-таки должен помнить вспоминать по крайней мере иногда хотя бы должен вспоминать дай боже ему вспомнить вот то что он говорил тогда начнет в интервью публиковалась она по моему журнал родина какой-то еще журнал огонек публиковал по моему ну мне показывали то в епархии в рязани уже в девяносто первом году еще был советский союз но уже как бы уже тому же дорогу было ясно что уже на ладан дышит это вся система хотя по утрам нам также пили лапшу на уши вешали что союз нерушимый там туда-сюда республик свободных и прочее прочее навеки скрепила там и прочее или собрала как-то великая русь но и прочий бред этот пелся но уже там уже всем было ясно что уже все считано остались месяца там или годы может там шло что речь уже месяц вот насчет развала этого монстра империи зла этой но но знаете интересно что я приехал помню в епархию в епархиальное управление в рязанское с прихода я тогда был настоятелем в селе виленки михайловского района рязанской области приехал и мне там отец секретарь показывает там еще другие отцы смотрю гудят насчет там между собой яшкаются как-то вот и многие немного так немного были в недоумении будем договориться вот там а я помню про протодиаком был уж не помню как его звать это было такой гласист и басист и такой детский такой он там даже возмущался как же так вот значит как же так вот этот кирилл гундяев на чашу он там он будет вот но не тоже не думал что потом патриархом станет знать вот тогда то еще было все тогда избрали патриархом алексея второго насчет значит и он там возмущался как-то так вот ходил с таким важным видом знаете ли и возмущался так голосно так вот ну своим басом таким протодиаконским таким вот значит и а почему возмущался он и другие многие отцы потому что вот вертели эти журналы листали и как бы и я там ознакомился немного содержанием вот этих статей тогда вот кирилл гундяев он еще высказался очень интересно очень прогрессивно очень прогрессивно по поводу перед необходимости пересмотра правоставного предания перед переписывание нашей церковной истории необходимости переписывания многихév智 о чем доктрин догматовка я так понимаю потому что шла речь о пересмотре еврейского вопроса кстати и он подчеркивал что в духе он необходимо сделать это также как будут католики сделали ваш на втором ватиканском соборе конечно многие священники были недовольны на счетом и иначе там и высказывали это вслух ну так не громко конечно только тот протодиакон ходил там он голосился вот остальные довольно так вот робко но высказывались тоже по этому поводу но негодовали конечно многие священники вот прошло время прошли годы но воз и ныне там по-прежнему предание не пересмотрены папа при по-прежнему и еврейский вопрос не пересмотрен церкви насчет и вообще как бы авосы ныне там хотя эволюционная такая реформация не понемногу движется конечно но по чайной ложке совершенно мизерными шажками вот и не оправданно не оправданы мизерными шажками потому как требуется действительно большие шаги в реформации большие шаги в обновлении требуются просто-напросто и вот католическая церковь подала нам пример в этом и недаром что кирилл гундяев сослался как раз тогда на опыт католической церкви думаю что это очень хорошая была хорошая была ссылка хорошая идея потому что уже есть на кого равняться нам знаете ли конечно православная церковь по сравнению с католической она довольно мизерная как бы младшая и совершенно маленькая вот в свое время мы откололись от католицизма еще в одиннадцатом столетии как бы и образовалась такая восточная схизма вот и тогда нас было еще как-то более-менее как-то много а потом все меньше и меньше и сейчас православная церковь довольно очень такая незначительная по сравнению с католической церковью но католическая церковь у них своих конечно хватает проблем насчет но они подают очень хороший примерно я только нам вообще всем христианам думаю хороший пример именно того пересмотра не боязнь не боязни пересмотра вот своих учений доктрин не боязнь пересмотра доктрин и преданий и вот до канонизация ноги святых как раз это очень хороший пример такой думаю вот в этом вот а у нас действительно подобных там святых валентинов в кавычках их полным полно знаете ли своих насчет от которых нужно избавляться как можно скорее насчет и действительно вот значит ты пойти еще дальше на необходимо действительно встать на евангельские рельсы 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 эти встать на действительно евангельский путь это очень важно потому что к нам идет ревизор вот как ревизор почему ревизор зачем ревизор да и не инкогнито идет явно вот их я боюсь что для многих вот особенно церковно служителей священнослужителей приход этого ревизора будет знать или как вечная немая сцена и поэтому лучше сейчас пусть будет нам стыдно чем я священником порой часто говорю пусть будет сейчас нам стыдно в покаянии в этом и в исправлении работа над ошибками чем потом всю вечность локти кусать знаете ли по вот говорится потерянному времени не дай боже конечно вот сегодня время у нас изменений время перемен время очень таких положительных изменений вот и все во всем христианстве так или иначе сейчас идет ну такой процесс именно его называют христоцентричности то есть исцеление церкви в целом как и в отдельности каждого верующего как члена церкви на самом деле очень прост и сложен и просто одновременно просто в чем в том что надо воззреть на того кто есть начальник веры и совершитель веры и взирать на него на самом деле и жить им вот это называется христоцентричность от всякого дня святого валентина и прочих там ересей знаете ли или католических или православных неважно или протестантских нас спасет действительно во зрении на господа все ранья not god нас спасет христоцентричность потому как действительно ни в ком другом нет спасение и это не только для первого столетия актуально это и для 21 актуально ибо нет другого имени под небом данного нам людям которому надлежало бы нам спастись действительно эта вера апостольская это вера христианская это вера истины и потому как сам господь иисус христос есть путь истина и жизнь и дамы и господа он подчеркивает что никто не приходит к отцу как только лишь через него через иисуса христа и нам должно быть для нас христиан должно быть аксиомой то что иисус христос есть господь бог и спаситель должно быть аксиомы то что он есть путь истины и жизнь должно быть аксиомы что действительно ни в ком другом нет спасения. Должно быть аксиомой то, что един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Действительно, в этом все, наша вся вера христианская, слава Богу. Вот так вот, дамы и господа, братья и сестры. Поэтому наше общение не с бесами, наше общение с Божьим Духом и вход в духовный мир, единственный вход правдивый, истинный, настоящий, правдочный, это сам Господь Иисус Христос. Поэтому мы во имя Иисуса и молимся, и живем, и побеждаем именно во имя Иисуса Христа. И поэтому попытка найти какие-то другие двери в царство, в небесный мир, в духовный мир, это утопия, дамы и господа, братья и сестры. Так или иначе, для нас, христиан, это признак оккультизма. Неважно, светского или религиозного оккультизма. Вот. Ну, со светским оккультизмом там в чем-то проще. Вот. Сложнее с религиозным оккультизмом, который часто выдается за христианство. Вот. И я как православный реформатор обновлений, я часто как раз обращаюсь к этой теме, допустим, многобожие в христианстве. Дело не в том, что там многие святые, они как бы не святые. Пересмотр, деганонизация, о чем я выше говорил, это все хорошо, правильно, но это полумеры, на самом деле. Полумеры, они помогут на какое-то время, на каком-то этапе нам. Но это не вся реформа. Дело в том, что реформация, реформация, есть деформация, я подчеркиваю об этом часто, особенно в прошлом году, когда мы праздновали со всем христианским миром 500-летие, со дня начала Великой Реформации, обновления мирового христианства, я подчеркивал. И вот сейчас хочу подчеркнуть, что реформация, это невыдумывание чего-то нового, это возвращение порой хорошо забытому старому, это восстановление, это исцеление церкви, это покаяние, тшува еврейская или метанойя. Вот это есть реформация, есть деформация, деградация, а есть реформация. И сегодня действительно эпоха Великой Реформации, то есть восстановление церкви, покаяние церкви, исправление церкви Божьей, церкви Иисуса Христа. А вот ученик Христа опоздал к началу. Да, дело в том, что для вас хорошая новость, для тех, кто подключился, я вижу, кто-то отключился, кто-то подключился, новый. Дело в том, что все эти видео, они тут же сохраняются, сразу после завершения, я нажимаю готово и оно сохраняется все и тут же выставляется на странице здесь, ну, буквально через там пару минут, значит, после завершения. Поэтому вы сможете потом это все включить и по новой все посмотреть, как бы сначала, вернее, все посмотреть. Вот. А так, если вкратце, то это видео я посвятил проблеме вот так называемого дня Святого Валентина. Вот. И вообще, сейчас я касаюсь темы не только там мифа о Святом Валентине, о чем я выше говорил, но вообще как такового культа святых, который является абсурдным с точки зрения библейского христианства, евангельского христианства, является многобожиим, потому как на самом деле един Бог, един посредник между Богом и человеками. Это не Валентин, не Николай, не Матронушка, не Иванушка, не кто-то еще, не ангелы, не люди умершие, нет, никто другой. Это сам Господь Иисус Христос. Он есть ходатай Нового Завета, великий первосвященник-посредник. Вот. И поэтому, значит, просто необходимо вот в таких вот видеоэфирах, конечно же, и в записях, касаться не только конкретных там, допустим, культов святых некоторых отдельных, нет, а вообще как таковой проблематики именно вот культа посредников к Богу. Давайте, христиане, пожалуйста, отбросим вообще, забудем о том, что, как бы, вот эти, об этих ересях. Давайте отбросим саму эту идею. Она позорна, сама эта идея, в самом основании своем. Она ни в чем, эта идея, что якобы, ну, идея поиска разных, я имею в виду, разного рода посредников к Богу. Зачем нам эти посредники? Не нужны посредники. Иисус говорил, что Отец знает, в чем вы имеете нужду прежде даже вашего прошения у Него. И сам Господь Иисус, Он показал пример, вот, всецелого такого доверия Небесному Отцу. Знаете ли, всецелая такая надежда на Господа, всецелые отдачи Богу. И мы знаем, что един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. То есть благочестиво, по-христиански, молиться Отцу Небесному, да, молиться к Богу во имя Иисуса Христа. И, дамы и господа, братья и сестры, к сожалению, человеческий падший разум, невозрожденное, невозрожденное христианство, такое номинальное христианство, к сожалению, вот оно очень популярное. И невозрожденному человеческому разуму кажется, что это, чем больше посредников, тем лучше, как бы, знаете ли, чем больше за меня попросят, как бы, походатайствуют, тем лучше. На самом деле, все это большая ложь. На самом деле, даже миллионы посредников, ходатаев к Богу, это все, или ангелов, или человеков, это все равно будет утопией, ложью. На самом деле, есть один истинный посредник, единственный и неповторимый первосвященник, ходатай Нового Завета. Ходатай Нового Завета. То есть, для Нового Заветного христианства, для Нового Заветной веры, актуально лишь посредничество Иисуса Христа. И все. Вот, и, конечно, я лично о себе тоже рассказываю часто, что в своем христианстве я тоже, конечно, молился, было дело, было дело. До 96-го года я, как и тысячи моих коллег, православных священнослужителей, я молился разным родом посредникам к Богу. И, знаете ли, прошло уже много лет достаточно, но до сих пор стыдно бывает мне от того, что тогда я подобным образом в религиозном дурмане оказался. И сегодня я помогаю, я стараюсь помогать всем православным христианам и всем вообще христианам выпутываться из сетей, обольстительных сетей религиозного мракобесия, многобожия, оккультизма религиозного. И указываю на того, кто действительно взял на себя наши грехи и немощи понес. Это Иисус Христос, Спаситель. Поэтому выход для нас, для всех, и православных, и протестантов, и католиков, для всех-всех-всех один – обратиться к Господу Иисусу Христу. Потому как, я подчеркиваю тоже мысль такую очень важную, что, знаете ли, у себя в церкви об этом тоже говорил, и не раз уже говорил, что в православной, допустим, церкви, православной церкви, мы становимся православными, допустим, да, воцерковляясь в православии. А в протестантской церкви, выцерковляясь, мы превращаемся в протестанты, допустим, да, Становимся протестантами. От католической церкви мы поцерковляемся и становимся католиками. Но как же стать христианами? Христианами мы не можем стать. Нет, православной церкви нет, католической нет, протестантской нет, какой еще другой. Нет, христианами только лишь от Иисуса Христа. От самого Иисуса Христа мы можем стать. Только лишь приняв Его личное, как Господа Бога и Спасителя своего, мы можем стать христианами по-настоящему. Не по-нарожку, а по-правдушному. Вот, и действительно, это путь спасения, открытый самим Богом, это сам Иисус Христос. Всякий, кто призовет имя Господне, написано, спасется. Выбери жизнь, дорогой друг, общение с бесами, общение с Духом Святым, выбери общение с Богом, общение с Духом Святым. Вот, и любой человек, который вне Христа пытается искать праведности, спасения, освобождения, он обречен на общение с бесами, он обречен на облукание, он обречен на вот такие шатания, знаете ли, на бесконечные эти вот поиски и, в конце концов, разочарования. У разбитого корыта оказаться человек опять снова-снова рискует. Потому как, действительно, лишь душа создана Богом наша, и мы созданы вообще все полностью, Дух, Душа и Тело, Богом мы созданы. Вот, и только лишь, это внутренность наше, наше естество, только лишь Богом может быть удовлетворено. Ничем другим, абсолютно. Никакой культ святых нам не поможет, или ангелов, или умерших святых, там, как якобы посредников к Богу, нет. Лишь Господь Иисус Христос, Сам Бог Всемогущий, приходя в наше естество Духом Святым, заполняя эту бездну своей безграничной любви, своей безграничной своей любовью, Он действительно нас удовлетворит и удовлетворяет. И вода, которая в нас жива, Его приходит, она в нас делается источником воды, текущей в жизнь вечную. Слава Богу! И Господь да благоставит нас, братья и сестры, вот, благоставляю всех вас, возлюбленные, дорогие друзья, благоставляю, и, конечно, те, кто, вот, у многих из нас друзья, там, коллеги на работе, празднуют День Святого Валентина, не судите их строго, пожалейте, помолитесь за них лучше пред Богом. Вот, пусть, на самом деле, в наших сердцах никогда не будет осуждения по отношению к людям, потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, не просто отдельные избранные какие-то, знаете ли, люди, а вообще, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот, люди заблуждаются, да, я тоже был в числе заблуждающихся таких, знаете ли, людей, вот, и тоже молился многим очень святым, молился, там, Пресвятая Богородица, спаси нас, святитель учениковый, моли Бога нас, святи, молите Бога нас. Я молился таким образом, знаете ли, и что мне помогло, что меня обратило, Слово Божье, Слово Господне, написано, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Поэтому не спешите осуждать, спешите молиться, не спешите осуждать людей, спешите молиться за людей, потому что наша брань не против плоти или крови, не против людей, а за людей, наоборот. Вот, мы воюем за людей, за души людские, слава Богу, пусть Бог благоставит. Вот, и особенно сегодня молюсь за тех, кто, значит, попал в сети религиозного оккультизма, ну и, конечно же, такого светского оккультизма всякого рода. Вот, ну, а день святого Валентина, конечно, сердечки приходят, и мне уже в сетях социальных прислали кучу всего всяких подарков этих. Ну, я посмотрел, ну, что ж, ну, как бы, я пишу, конечно, что я не участвую в этом подобном, значит, и для меня это не праздник. Я, кстати, сегодня в утреннем включении, оно тоже уже сохранилось, конечно же, значит, назвал Дух Святой или Бесы, с кем наше общение. Утреннее включение такое, ну, как бы, увертюра такая к сегодняшнему вечернему включению, прямому эфиру. Так вот, значит, и там я как раз сказал еще о праздниках в целом, и вот хочу тоже о праздниках немного продолжить. Не только день святого Валентина, вообще о праздниках как таковых, потому что много очень вопросов тоже о праздниках, но я думаю, что еще во Львове сделаю записи, включения, ну, и потом после возвращения, после поездки во Львов уже 20 числа, будут 20 числа февраля. Вот, 24-го, кстати, я проповедую на улице Заточная, уютная, значит, в общине, значит, у друга моего, Жени Гудухина, там буду проповедовать я в субботу на Шаббате, вот, в воскресенье, 25-е февраля, получается, здесь, в Киеве, в нашей Киевской архипископии проповедую. Поэтому добро пожаловать, приходите, буду очень рад вас видеть и вживую вместе прославим Господа нашего Иисуса Христа. Вот, и по поводу праздников, конечно, продолжим тоже говорить, вернувшись уже обратно в Киев. Но, сейчас хочу сказать, что, что для удобства, понимания, я такую аналогию привел, значит, сегодня утром. Как, знаете, вот, не знаю, кто из вас, грибники, не грибники, кстати, мне наш отец Павло, значит, прислал, значит, грибков тоже, значит, с Тернопольской области. Ну, уже вернувшись, отведаю этих грибков соленых. Вот, значит, грибочки, я, пример, проводился огурчиками, да, огурчиками, вот, значит, и, значит, так вот, для грибников, скажу так, по аналогии с грибами, праздники все наши, вот, какие есть, их тоже можно разделить на такие, как бы, как бы, группы, что ли, да, съедобные, вот, грибы, несъедобные и, так, условно, съедобные. И не жить, и не помрешь, ну, как бы, как приготовишь, смотря как, подашь, вот, значит, и вот так же можно, и вот наше празднество можно, как бы, классифицировать. Вот, и я напомнил сегодня, вспомнил сегодня просто добрым словом одного уже покойного, конечно, давно уже покойного, старого грибника, тогда еще, вот, в 80-е годы ему было уже за 90 уже было лет, значит, и он еще был с 19 века, получается, родом-то, дядька этот. Вот, это дедушка старый грибник, вот, значит, и, вот, интересно очень такое, и он, кстати, давал советы, которые многим грибникам спасли жизнь, на самом деле, вот, и я хочу и вам дать совет такой. Вот, его совет очень простой был, первый совет старого опытного грибника, который пожил почти 100 лет, не отравился ни разу. Если хотя бы собрал, взял гриб, поднял гриб, если даже хотя бы немного и сомневаешься, чуть-чуть есть доли сомнения, что он правильный и неправильный, лучше выброси, себе же дороже будет. Вот, и, вот, и он так поступал, потому что есть грибы, говорит, в которых я с виду, вроде тоже, так, кто его знает, вот, что-то есть, какое-то сомнение, лучше выброси, и все. Вот, то же самое здесь. Чтобы не ошибиться, если вот по налоге с грибами, да, с грибниками, вот, значит, есть съедобные праздники, которые 100% вы не ошибетесь, не помрете, наоборот, будете живы, будете счастливы, будете благовечны, как бы, и будете. Вот, значит, Бог вас не осудит никогда, и, наоборот, только лишь скажет, добрый и верный, вот, значит, раб мой. Вот, значит, это праздник, который сам Бог дал, одним словом, то, что Он сам дал в Библии, здесь мы можем 100% смело полагаться на Его авторитет, на авторитет Его слова, на авторитет Его имени, здесь не ошибемся никогда. Поэтому читайте Божье слово, там все черно по белому написано, вот, библейские праздники, которые сам Бог дал, всемогущий. Вот, об этих праздниках я тоже семинары провожу, служениях, рассказываю об этом более детально, сейчас уже, уже час уже закончился моего эфира планируемого, вот, но дальше дорасскажу чуть еще. Вот, есть такие условно съедобные, будем так говорить, это вот, как, допустим, вот, праздник, вот, то же самое праздник в Средине Господнем, да, допустим, да, вот, значит, будет у нас, вот, уже завтра вечером начинается. Вот, Бог не давал этот праздник? Нет, не давал. Это мы постановили, как церковь, мы православные, ну, католики еще тогда, вот, мы православные, отколовшись в 11 веке от католицизма, сохранили эту традицию, старую католическую традицию, вот, и, значит, Средине Господне, с одной стороны, это праздник, который, значит, установлен церковью, но, но, Алеш, он, почему я отношу его к разряду условно съедобных? Потому что он, значит, есть свои, конечно, суеверия, и условно съедобные нужны грибы, как мы из практики знаем, лучше обрабатывать их, да, значит, больше варить их, там, или что-то еще, там, приготовить, чтобы не отравиться. Так вот, здесь нужно тоже ухо востро держать. Если Господние праздники, можно смело праздновать, и, как бы, и, зная, что не отравишься, вот, там ничего, подвоха нет никакого, то здесь надо ухо востро держать, потому что много всяких суеверий примешиваются к этому, там, и прочее, прочее. Так вот, значит, и поэтому этот праздник, хотя он церковный праздник, но он собой вспоминает события, которые действительно имело место быть, во-первых, не легендарное какое-то событие, там, не мифическое, а реальное библейское событие из земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Когда на сороковой день его принесли к храму, принесли жертву за него, было, звучало пророчество, и поэтому на Средине Господне читается Слово Божье, как раз именно из Луки, как раз о событии, вот этом. Вот, другие праздники, допустим, там, Преображение тоже Господне, там, другие праздники, много праздников, таких чисто церковных, которые, знаете ли, вот к такому разряду условно-сведомных можно отнести грибов, как бы, похоже. Нужно уметь правильно подавать их, чтобы, значит, указывать на начальника веры, совершителя веры Иисуса Христа, на Евангелие указывать, значит, и подводить их к этому, людей, к покаянию, к обращению, допустим, значит, тоже благочестиво. Вот, но вот такой, так называемый день Святого Валентина, это однозначно относится к разряду несъедомных грибов. То есть, это бледная поганка или мухомор, еще тот, вот, его вари-не вари, хотя говорят, что какие-то грибники старые мне рассказывали, что можно и мухомор приготовить, как бы, значит, и вроде как не отравишься, кто его знает. Но, это такая русская рулетка такая, нет-нет, это не для меня, господа, уволите. Знаете ли, значит, я предпочитаю питаться хорошо, значит, не что по-поде, знаете ли, есть. Значит, не, конечно, когда на безрыбье говорят, и рак рыба, знаете ли, но, значит, когда есть возможность. Вот, поэтому, значит, касательно духовности, мы должны быть очень разборчивы, не все подряд принимать, не всякому духу верить, а испытывать дух, от Бога ли они. И испытывать то, что мы совершаем вообще. Вот, я считаю, что для, вот, христиан подобные, вот, бесчинства, как День святого Валентина и прочее, это неподобное действие, это общение с бесами, так или иначе, потому что не только история поганая этого празднества. Подскажите, я чуть от тем отойду, в чем заключается христианская керигма. Не знаю, а что за слово керигма, я, значит, или неправильно прочитал, значит, расшифруйте, пожалуйста, я сейчас, я не знаток сильно греческого языка, простите, экзамен сдал семинарский и забыл, что называется. Нет, термина богословский некоторый я помню, но керигма не помню, что за керигма. Вот, значит, и поэтому, друзья, значит, значит, что еще, по поводу иконопочитания, там, значит, отдельные темы провожу тоже, почитание мощей, отдельные темы провожу, значит, семинары провожу. Ну, даст Бог, и во Львове тоже проведу, значит, подобные семинары, вот, и здесь у нас в Киеве. Да, напоминаю, что номер телефона, вот, Киевстар, который вы можете пополнять, и тем самым финансово участвовать в моем служении, тоже не забудьте, потому что это очень важно сейчас в этих поездках, значит, потому как, вот, я путешествую сейчас в основном по бла-бла-кар, так и дешевле значительно, и, значит, и проще путешествовать, вот, значит, и я это называю часто бла-бла-чорч, потому что в этих поездках бывают очень разные интересные знакомства, общения, молитвы, вот, слава Богу, я люблю рассказывать о моем Господе Иисусе Христе везде, и поэтому даже отсутствие сейчас транспорта, значит, своего, значит, я вот использую вот таким образом во благо. Вот, но, проповедую Евангелие Иисуса Христа, вот, но, значит, но, Алэш, вот, в воскресенье, допустим, у нас были сборы, значит, и я сейчас не жалуюсь, но как вот иллюстрацию, значит, мы заплатили за аренду тут же, значит, там, значит, и из того, что осталось из остатка, значит, благочинный мне вручил 155 гривен, да, это ровно половина, если бла-бла-кар, то половина поездки до Львова, то есть это, вот, а это и, значит, жить неделю, и плюс еще поездка еще, то есть это как бы нереально совершенно, вот, сегодня кто-то положил еще 100 гривен, слава богу за это, счет был пополнен, поэтому, кто имеет такую возможность, не упускайте эту возможность, быть не только в молитве за реформацию, но и финансово служить. А я, имея возможность снимать, слава богу за Киевстар, продвинутую компанию все-таки в этом отношении, через новую почту я подхожу, значит, и имею возможность снимать с этого номера наличные деньги и путешествовать по, как бы, в дело служения, одним словом, направлять эти финансы. А также, если вы в Киеве или вообще в Украине, и у вас есть возможность, там, есть, допустим, у вас краски, кисти, холсты, там, значит, что-то еще, там, этюдники, не знаю, что-то, что есть, мольберты, все, что связано, бумага, там, значит, там, ну, все, что связано с живописью, с рисунком, с художеством, то со мной свяжитесь, и, значит, буду очень рад принять от вас это. А, кстати, еще музыкальные инструменты, о, музыкальные инструменты, кто видел на Фейсбуке, на моей главной странице, я опубликовал, значит, там, значит, вот это прославление из православной церкви в Африке, там, разные музыкальные инструменты, тоже хочется, чтобы на разных музыкальных инструментах проставлялся Господь, вот, гитары нужны, там, значит, там, ну, все-всякие, разные инструменты, вот, значит, и если вы, тем более, сами музицируете, к примеру, да, на каком-то инструменте играете, там, на скрипке, там, не знаю, на флейте, на чем угодно, Вот, значит, на барабанах, там, значит, на что угодно. Если вы живете в Киеве и вы не нашли пока себя еще никак в христианском служении, там, прославления, значит, поклонения Богу, то музыкальном таком сопровождении, то свяжитесь со мной тоже обязательно. Даже если у вас нет инструментов собственных, но вы можете играть на чем-то, свяжитесь, баян, там, аккордеон, что угодно вообще. Вот. Вот. Поэтому и музыкальные инструменты нужны, и сами музыканты нужны также. Вот так вот. Потому как служение, значит, я предполагаю, что наше служение будет развиваться и в этом направлении также. Потому что пока кто был у нас на собрании, те понимают, о чем я говорю, или видели записи, допустим, даже. Вы понимаете, что у нас пока, к сожалению, оставлять желать лучшего. Вот эта часть фактически никак не развита, одним словом. Ну, мы поем, конечно, и я люблю очень петь. Общим пением поем, значит, по православным поем, значит, вот. Позавчера, да, вот на служение попробовали тоже там немного. Сестра, значит, подыграла на гитаре. Ну, уже как-то уже. Вот. Так что, вот так. Благоставляю всех вас, дорогие друзья. Да, время уже, значит, завершения этого эфира. Благоставляю вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа, дорогие друзья. Друзья, благоставляю. И, друзья, давайте посерьезнее в этом отношении. Оно нам надо, общаться с бесами. Нет, я считаю, что не надо. Оно нам нужно, что-то такое, знаете ли, что оно изначально не христианское, и оно так имплантировано было в тело Христа. Или пытаются его имплантировать в тело Иисуса. Нет, это не нужно. Им никакой имплантант в тело Христа не примет. Никогда не примет. Знаете ли, если брать о древних имплантантах, там, допустим, почитание мощей, там, уже, ну, полторы тысячелетия больше, чем имплантировали, пытались и пытаются до сих пор, значит, там, это выдать за христианство. Но тело Христа это все отторгает. Это потому что не наше. Это изначально не наше. Вот. И как бы не пытались, там, там, многие эти культы святых, там, разных, тоже самое, и святого Валентина, и празднества всякие эти нам примите. Это не наше. Это не наше. Оно не приживется никогда в теле Христовом. Пусть Бог благоставит вас всех, дорогие друзья, значит, а если ваши, там, друзья, коллеги на работе, там, значит, там, родственники День Валентина Влюбленных празднуют, то постарайтесь им рассказать о настоящей любви и явить эту настоящую любовь своей жизнью. Настоящая любовь истинная, не поддельная, а настоящая. Не Валентинова, не Валентинки, не поздравлялки такие, значит, там, раз бы иду, нет. А настоящая любовь, жертвенная любовь, которую явил сам Господь Бог по отношению к роду человеческому, ко всем нам. Слава Богу! Пусть Бог благоставит, и пусть, да, и упаси Господь нас, конечно, от всякого духа превозношения. Уже сейчас читаются молитвы эти, дух праздности, уныния, любви, значит, там, вспоминаются разные духи, знаете ли, порой люди одним духом водятся, потом другим духом водятся. Но наше общение должно быть общение с Божьим Духом, и наше хождение и вождение должно быть в Духе Святом. Пусть Бог благоставит вас всех, дорогие друзья. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благоставляю всех вас из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Слава Богу. Аллилуйя, Аллилуйя.